Давай мы на малыша сыграем. Буду малышом. Да я реально не понимал, как с батей, без батей, батю. Ну, короче, я хуйня играю. О, с мамой нормально. Бери чемодан. Хватай чемодан. Ну, хватай. А он не хватает. А че он не хватает? Он не хватает! Пам-па-ра-па-ра! Ребенок. Один ребенок. Второго ребенка нельзя. Нельзя. Окей. Сюда, иди ко мне! Моя младкая! Ты, сука, тут стулья кто-то разбросал! Нам шахматы нужны? Сюда! Сюда, 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 сюда работаем! Сука! Карта! Еда, еда есть! Еда, все есть! Чемодан нужно! А! Я спрошел? Я прошел! Е! Хорош! А в чем смысл игры? Я же вышел! Теперь играй! День первый! Все добрались до убежища. За секунду до взрыва. Мы еле успели. Главное, что мы вместе и живы. Не забирайте консерв... Не забывайте! Консервированный суп очень полезен для здоровья. Когда мы открыли дверь убежища, то заметили, что на некоторых полках уже стоит провиант. Мы не припомним этих запасов, но можем им веренно заявить, что они попали в хорошие руки. Наши полки полны банок с супом. Мы будем есть из них, мы будем спать на них, мы даже будем... Что? Что мы будем? Разговаривает с консервами. Некоторые из нас уже начали этим заниматься. У нас много воды. Это значит, что нам не нужно беспокоиться о ней в ближайшее время. Это самое переполненное припасами убежище, которое мы только видели. Правда, это единственное из тех, что мы видели. Но мы уверены, что здесь достаточно большое количество запасов. Время раздавать припасы. Батя. Все нормально? Если бы только мы могли покинуть это место. Сидеть здесь и ничего не делать, просто сводит нас с ума. Не корми. Зачем? Давай я тебя покормлю. Батю. Они не хотят? И не поить? Не кормить и не поить? Сука. День два. Батя за один день вот так вот брос. Жесть. Надеемся, что скоро придет время, когда мы сможем покинуть это место. Долора сохраняет железное спокойствие. Утро выдалось довольно спокойным, так что Тед пока в порядке. В таких условиях каждый спокойный день на вес золота. Сегодня с Мэри и Джейн не произошло ничего нового. Может, по Тиме этого и не скажешь, но он очень сильный мальчик. У него все отлично. Они хотят есть? Пошли в жопу, не будете кушать. Похоже, что на поверхности все еще царит радиация. А, наводильной иконки мышкой, то есть можно навестись? Тед. Только ничего у них не доображается, значит, не надо кормить их. Если ничего не нужно. Похоже, что на поверхности все еще царит радиация. Идти в пустошь на данный момент небезопасно. Если, конечно, мы не хотим заболеть. Тед в отличном состоянии для экспедиции. Долорес. Стоит ли нам собраться в завтрашнюю экспедицию? Да не, зачем? Нахрена? У меня... Ну, зачем? Да? Давай ребенка отправим. А как отправить? Ну, я сделал. А, все. То ли мы сошли с ума, то ли наше убежище заполнено какими-то ползающими насекомыми. Или еще хуже. Еще хуже. Это пауки. И не милые миниатюрные пауки, а огромные, мохнатые и очень страшные паучары. Нам нужно что-то с этим сделать. Но у меня есть яд. Спреят насекомых у меня есть. Так что халява. Хотя с другой стороны... Не убивать их? А, мы же можем их есть потом, нет? Ах можно потом будет есть? Паучков. Паучков. Короче, буду есть насекомых потом. Все, отправил их в экспедицию. Поживу с пауками, нормально. Че? Мы решили, что справимся с пауками голыми руками, ногами и другими частями тела, если только их удастся использовать в этой борьбе. К сожалению, мы переоценили свои силы. Пауки слишком быстры. Все наши попытки закончились только усталостью. Может, в следующий раз нам повезет больше. Где-нибудь точно осталась вода. Долор разложна ее получить. Единственное, о чем он мечтает, Тед, это пара капель воды. Мэри Джейн умирает от жажды. Тиме многого не надо, но вот вода ему не помешает. Надо теперь покормить их. Покормлю их. А кормить еды? Все. А, еду не надо. Все. Капец, вы жадные. Самое время выбрать человека, который займется исследованием руин нашего городка. Кого выбираем? Да пусть мальчик идет. Что, взять экспедицию? Семи пусть идет. Толстую? На руку нажми. Давайте карту дам, чтобы она вернулась домой. Замок? Зачем замок ей? А, у меня чемоданы нет. Ну, пусть идет дома, тогда я не знаю. Да пуфик пусть идет, я не знаю. Вы мне подсказываете? Я сам, я хочу сам набить этих шишек. Пусть держит... Спретосикомок и идет с ним гулять. Но все равно, хотя нет, пусть будет. Он в карте пусть поиграет, не знаю, где-нибудь. Нормально. Мэри Джейн вышла наружу. Давайте надеяться, что она скоро вернется. Ее снаряжение это игральные карты. Долорес больше не испытывает жажду. Тед больше не хочет пить. Тимми больше не хочет пить. Ну, тогда ничего не выдавать вам не буду. А как насчет той поездки в Неваду, которую мы все время откладывали? Может быть, мы должны отправиться туда? Мы рванемся туда сразу после того, как выберемся отсюда. Факт. В смысле, долбоеб? Сейчас все будет хорошо. Не переживайте. Все будет хорошо. Я дал ей свои игральные карты. Встретит каких-нибудь там... Злодеев. Отобьется. Как гамбит. Бэм! Так. Что за труп сзади? Где? Ювелий труп. Мы сможем нормально жить даже в Торонто. Вопрос только в том, как мы найдем лодку, чтобы туда добраться. Мы слышали, что это лучший способ попасть в Европу. Пока что день у Долорес проходит нормально. Тед говорит, что не нужно о нем беспокоиться. Он в полном порядке. Как настоящий бойскаут, Тимми видит во всем позитив. Похоже, у него замечательное настроение. Ну да, я ничего давать вам не буду. Сегодня нас навестила группа людей в белых халатах, которые больше напоминали карнавальные костюмы. Они утверждают, что представляют полевой госпиталь, переезжающий с места на место, в котором они помогают пострадавшим людям пустоши. Но у них появилась проблема. Какой-то чудовищный мутант съел все их лекарства. Они спрашивают, есть ли у нас медицинская перекись водорода. У нас есть? Ребята, для вас ничего не жалко. Забирайте. Для вас ничего не жалко. Хотя у меня вода останется, подожди. У нас нет водорода. День 6. Мы не верим, что это настоящие враги, но на всякий случай мы решили по-быстрому от них избавиться, пока они не выставили нам счет за вызов на дом. На свете есть только одна вещь, которая нужна. Долорес, вода. Долорес должна что-то съесть. Тед долго не протянет без воды. Тед голоден. Тимми должен быть счастлив, получить немного воды. Им нужно попить. Тимми должен что-нибудь съесть. Ну все, и пришло время кормить их. На, на. Мы очень мало знаем о том, что происходит на поверхности. А где моя девчонка вот эта? Которая отправлял с картами. Она вернется? Меньше знаешь, крепче спишь. Еще денек без малейшего понятия о том, что происходит на поверхности. Нам не помешает. Долорес больше не испытывает жажду. Все, видите, они поели. Все идеально. Все круто сделал. Здесь очень мало места, и мы чувствуем абсолютно все запахи. Нас чуть не стошнило, когда сегодня в нашей стене расшатался кирпич и образовалась щель. В общем-то, все нормально. Подожди, будем расследовать, от чего он исходит и как от него избавиться. Ужасный смрад. Да, конечно, конечно, узнаем. Так. Ну, я навелся на них. А где моя девчонка, которая была? Она не вернется уже? Все? Мы посмотрели в дыру в опасении, что на нас может напасть. Ты проснулся? Ну, как сказать, я иду срать. Приятного посрания. Спасибо. Может напасть что-то с костями, клыками или другими. А у нас есть этот дробовик, так что нормально. Но мы увидели только дохлую крысу, которая пыталась открыть банку супа. Жалкое зрелище. Мы подумали, что у нас больше шансов, чем у крысы. И забрали банку себе. Крысу мы похоронили в пустой консервной банке. Она это заслужила. Долорес чувствует себя нормально. А может сегодня она просто не нашла к чему придраться. Время раздавать запасы. Но вам ничего не надо раздавать, у вас все супер. Да? Если мы кому-то искучаем по-настоящему, так это по нашему двоюродному дедушку Пэри. Дэри. Он всегда рассказывал потрясающие истории о черепах, слюнах и волшебниках. Как приятно было услышать одну из этих историй еще раз. А у нас даже его фотографий нет. Одни воспоминания. Короче, я не знаю. Мне кажется, я выживу. У меня вон Тед спит. Ну вот, нет фотографий, нет новостей, нет хороших мыслей. Мир так жесток. Долорес долго не протянет без воды. Тед очень хочет пить. Нельзя оставлять Тимми так долго без воды. И чё? Жажда. И какая разница, я сделал ровно то же самое, что делал до этого. Почему не надо давать? Они хотят пить. Почему не давать им пить? Они хотят пить. Они пить хотят. На обезвоживании? То есть, мне надо людей... Их надо именно... Как это называется? Мучить? Офигеть. Ребята, это жестоко. Вы в курсе? Это жестоко. Вы жестокие, ребят. Вы жестокие все. О, она вернулась! Играть в азартные игры – ужасная привычка. Какой пример мы подаем детям? Нам нужна вода. Но мы... Я же говорю, она вернется! А вы говорите, она умрет. Не умрет! Но мы не будем добывать запасы таким образом. Уж лучше кого-то ограбить. Мы сказали незнакомцу идти туда, куда шел. С катерстью дорога. Ничто не могло сделать нас счастливее, чем возвращение Мэри Джейн. Она вернулась с картами. Просто карты вернула? Сладкая-сладкая перспектива государственной помощи. Эй, мы не коммунисты, но мы надеемся на помощь во время апокалипсиса. Наша экспедиция вышла из убежища прямо перед тем, как начался сброс припад. Как, кстати, факт? Они просто хотят, чтобы их убить. А я не хочу. Некоторые ящики были полны очень странных вещей. Почему они кинули нам коробку, полную резиновых уточек? Уточки. Ну, хотя бы в одной из коробок лежала пара бутылок воды. Какие-то люди вели перестрелку из-за сброшенных припасов. Одна из группировок победила и прогнала другую. А они забыли свое оружие. Ооо! Я же говорю! Блин, ты дурак! Отправил ее с картами! Теперь понимаете, что с вами играет гений? Я талант, если что, этой игры. Я даже не учился в нее играть, я уже понимаю, как она работает. Ну все. Извиняться будете? Жду извинений. Во время экспедиции мы наткнулись на один странный бар. Мы можем поклясться, что раньше его там не было. Когда мы вошли внутрь, ни боеприпасов, пожилой мужчина... А, подожди, нас приветствовал. Блядь, я с этим шрифтом нормально читать не могу, он очень непривычный. Поприветствовал пожилой мужчина. Он сидел за одним из столиков и попивал грязную воду. Мужчина предложил нам подружески сыграть в покер и пообещал награду... О, я умею в покер! ...в случае выигрыша. Так вот, мы обыграли старика в карты и получили ЕС, руководство бойскаута. Мы попрощались и пошли своей дорогой. Будем надеяться, что найдем это место еще раз. Мы заметили какое-то транспортное средство. Неподалеку, но в темноте было ничего толком не разглядеть. Сейчас рыгну. О! Может быть, во время следующей экспедиции нам удастся узнать о нем побольше. Долорес дольше не протянет без воды. На вид Детет уже одной ногой в могиле. Ему срочно нужна вода. Тет голоден. Мэри Джейн очень голодна. Мэри Джейн сильно устала. Подцепила какую-то заразу. В смысле? Тиме в ужасном состоянии. Нужно дать ему попить сейчас же. Обезвоживание. Так. Сука, аптечку мне предстрать. Голодна. Это на. А, кормить? Если голод сразу кормить, да? Голодание, я понял. Хорошо. Похоже, что снаружи достаточно тихо. Может быть, безопасно. Мне кажется... Ээээ... Кого отправить? Теда, наверное, с дробовиком. Тот, кто спроектировал это убежище, несомненно, был гением. Но мы не уверены, что это зеленая жидкость, капающая из трубы. Элемент декора. О-о-о! Мы должны что-то с ней сделать. Или лучше всего при помощи имеющих инструментов. Противогаз. Чемодан. И что мне использовать? Книжки подставить? Закрыть книжкой? Ну, давай. Попробуем. Сработает, не сработает? Че, выжили все? Ха! Проблема решена. Нет утечки, нет беспорядка. Наше уютное жилье снова чистенькое. Когда Тед голоден, у него урчит живот. Тед утолил жажду. Когда Мэри Джейн устает, она становится раздражительной. Ей лучше пару дней отдохнуть. Мэри Джейн теперь в порядке. У нас еще есть вода. Мэри Джейн спрашивает об этом с самого утра. Мэри Джейн умирает с голоду. Нужно дать поесть, иначе она умрет, да? Голодание. Держи еду. Ой, это не тебя. Голод. 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 Все, вали. Кто же пойдет в экспедицию? Тед! И дадим ему в руки... Дробовик. Давайте дробовшим дадим. Пусть ворует вещи. Чат не тупой. Если давать воду и еду по каждой их просьбе, то припасы кончатся. Нужно только во время голодания и обезвоживания. Ага, понял. Спасибо большое. Воды дайте ему с собой, или что? Карты? Я могу легендарные карты отдать ему. Давай теперь легендарные карты. Они приносят очень много. Легендарные карты. В покер пусть опять с кем-нибудь сыграет. Тед отправился на поверхность. Мы надеемся, что он вернется в ближайшее время. Снаряжение карты. Долорес должна что-нибудь съесть. Мэри Джейм все еще... Короче, сейчас покормим их. Голод. Обезвоживание. Обезвоживание. Усталость. Нормально. Бля! Мы думали, что телефоны канули в лето после того, как ядерный взрыв разрушил наш город. Но телефонная будка через дорогу уцелела. Пусть Тимми идет позвонит. Наверное. Нормальная тема. Тимми! Храпун! Он положил руку в штаны? Или мне кажется? Если кто-то болеет, то нужно подержать дня три на полном пайке или применить аптеку. Иначе будет хуже. Кормить надо при голодании. Да, мне уже объяснили. Мне уже объяснили в этом плане. Так что спасибо. Когда мы подняли трубку, то услышали вздох облегчения на другой стороне. Человек представился уцелевшим из соседнего городка Уилл Уэлли. Мы только начали разговор, как вдруг связь оборвалась. Что-то, наверное, испортилось на линии. Надеемся, нам перезвонят. Мэри Джейн очень голодна. Голодание. На каком уровне сложности играешь? На максимальном. Серьезно? Да. У тебя так много еды и воды? Ну, я задрот. Офигеть. Так, ладно, что там у нас? Долорес, голодание. А ты персонажам не давал никаких... Ну... Ты их не ассоциировал ни с кем? То есть у тебя просто Долорес, она и есть Долорес, да? Да, просто Долорес. Долорес, это... Ну, пусть будет Тоха. Это Тоха, но он спит, да? Типа, этого его нет. Да, да, да. Тоха, Тимми, это пусть будет... Вообще на тебя похож, на самом деле. Если не рыжий, то ты. Я всегда тебе с собой ассоциировал. Спасибо. Я тогда буду вот этой женщиной. Долорес? А Дрейк это Мэри Джейн. А Дрейк, потому что вчера набухался, и Барагозер будет Мэри Джейн. Кстати, теперь Дрейк это Барагозер, что есть. Да. Так что нормально. Если что, я иногда отправлял ее на высадку с картами. И как? Ну, вообще хрень без... Это реально просто с картами. А я всех отправляю с картами играю. Хотя семья шулеров. Так. Давайте последний кофе больше нет, она будет сходить потом. Да? Я скажу что. Так, Илья, что это светится у тебя в кармане? О нет, муравьи-мутанты. Когда Макс увидел эти жуткие маленькие жвала, у него чуть не случился сердечный приступ, он хочет от них избавиться. Но Илья говорит, что собирается построить атомную муравьиную ферму. Один из них обязательно добьется своего. Но кто? Интересный вопрос. Ну, Макс ушел срать. Вот пока Макс ушел какать, я лично, ну, как Тимми, могу сказать, что я хочу построить муравьиную ферму. Но я не хочу ничего руинить Максу в прохождении, потому что у вас еще и ставка тут стоит. Поэтому я, пожалуй, подожду Макса. Здорово, Илюха, передай Максу то, что отправляешь Дарлорес и Тед нельзя. Лучше отправить детей, так как без Долореса и Теда игра закончится. А, на детей всем похуй? Да, типа, если у тебя два взрослых умирают, то дети, ну, практически проиграли. Как в жизни прям. Так, подожди. Илья, что это светится у тебя в кармане? О нет, муравьи-мутанты. Когда Долорес увидела их, жуткие маленькие жмала, у ничуть не случился сердечный приступ. Она хочет от них избавиться, но Тимми говорит, что собирается построить атомную муравьиную ферму. Как будто она не нужна. Я считаю, я бы, на самом деле, никого не выбираю. Так можно? Видите, лагает. Так, это спидкипэм. Как вы можете описать сегодняшний стрим? А чё? Тимми неохотно согласился избавиться от насекомых. Но, выборовшись из его кармана, они стали ужасно агрессивными. Один даже укусил его за палец. Надо было... Я же говорил, надо убрать! А что сказал скипой? Я так и знал, надо было маме... Тимми мутирует и отрастет за ночь жива. Ой-ё! Илюхте, пизда, ты станешь муравьём! Мэри Джейм очень... Ой, да-да-да, сука! И аптечки нет! Гага! А может, пусть умрёт? Кормиво поедет три дня. Окей. Пусть ку... Пока у нас есть запасы еды и воды, мы, конечно, можем сидеть в заперти. Но рано или поздно придётся отсюда выйти. В таком случае, хорошо бы сразу направиться в какое-нибудь безопасное место, а не искать приключений на свою голову. У нас одна надежда на наших отважных солдат, которые придут и заберут нас в надёжно спрятанное и обеспеченное всем необходимым государственное убежище. У Тимми были комиксы об этом, так что мы свято верим, что это правда. Всё, что нам нужно сделать, это связаться с военными. Радио. У нас радио нет, охуенно. Так, 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 так! Сраный радио. Главное, что нам нужно делать, это слушать радио. Класс! Слушать радио, когда... А, у нас оно есть? А, то есть оно есть, всё хорошо. Фу. Халява. Чтобы не пропустить экстренное сообщение, которое можно передавать в любую минуту. Ну, или бродить по улице в надежде, что кто-то нас эвакуирует. Первый вариант звучит как-то поразумнее. Долорес, голод, жажда. А этому мы вот так делаем, три дня подряд. Ты чёрт, все припасы на него. Когда открываешь диспетчер задач, всегда сразу максимальная нагрузка. Если хочешь проверить, открой диспетчер на науте Маза. А, да, и так работает. Ну, просто реально перестал лагать, брат. А там не может быть такой фишки, то, что... Ну, не видно, что процессы нагружаются, пока она не развернута. Ну, типа, когда диспетчер задач свернут, процессы нагружаются. А когда развернут, то всё окей. Так, может, так и есть? Ну, я всё равно сворачивать не буду, потому что перестал лагать. Слушай. Вероятнее всего, ты прав? Даже невероятнее, я точно прав. Но я лучше оставлю. Согласен, чат? Ну, если перестал лагать из этой штуки. Так. Вчера во время игры в шарады оказалось, что Мэри Джейн не знает, как писать слово... А, подожди, зачем кормить дочку? Она же... У неё не голодание. А, голодание у неё. Сорян, чат. Спасибо, что подсказали. Я... Хорошо. Забей хуйну. И забей... Забудь, что я сказал. Просто забудь. Она даже так лагает. Это значит, проблема с ПК в целом. Какая-то... Может, попробую его подсоединить? Ладно, посрать. Она заявила, что Мэри Джейн стоит подучиться, если не в школе, то хотя бы в убежище. Да-да-да-да-да-да. Всё правильно. Мэри Джейн вообще охреневшая. Долорес не стала терять время зря. Тренировка по правописанию тут же сменилась повторением таблицы умножения. Затем небольшой лекцией по физике и закончилась кратким курсом по ремонту самых разных предметов в убежище. Чего пишите живи? Хотя Мэри Джейн и стала похожей на выжатый лимон, это обучение явно пошло на пользу нашему бункеру. Плюс один. О! Это хорошо, аптечка. Время раздавать припасы. Это ещё болеет. Но я не вижу смысла давать ему аптечку, потому что, ну, один день остался, согласны? Один день остался у него. Поэтому нормально. Обезвоживание. Нормально. Капец, я, конечно, задрот по этой игре. Наши терпения на исходе. Мы думали, что неплохой идеей будет выглянуть наружу и посмотреть, что там происходит. Мы уже собирались выходить, как вдруг в темноте мелькнули звериные глаза, и мы услышали ужасающее рычание. У нас было всего несколько мгновений, чтобы решить, что делать. Так, короче. Как вы относитесь к этническому обществу? Передайте привет этническому обществу. У нас сегодня был выпускной. Шо? Не стрелять собакой это? Здаре. Спасибо за донат. Так, подожди, я не понимаю. Вот так просто выйти? Так стрелять, не стрелять? Блядь, если это не соб... Ну, если это волк? Мы решили не рисковать и не проверять, что зоочудищее притаило в темноте. Мы закрыли дверь, как сделали бы на нашем месте все нормальные люди. На следующее утро существа уже не было. Долора злажда что-нибудь съесть. А у меня батя вернется или все? Голод, жажда. Голод, усталость. Болеет все еще. Почему он все еще болеет? Ночью Мэри Джейн пыталась тайком выскользнуть наружу. Долора страшно разозлилась, когда Мэри Джейн призналась, что собиралась на свидание с каким-то малолетним бандитом. Она познакомилась с ним во время экспедиции. Мэри Джейн просит разрешения отправить парню записку с извинением за то, что она не пришла. Разрешите ей это сделать? Да-да, пусть разрешает. Ну, любовь, морковь, все дела там. Хату в радость, потехи час, встал, вынул. Мы так играем в любимых. Короче, все хорошего. После нескольких часов упрашиваний, споров и слез Долора сдалась. Мэри Джейн написала записку своему поклоннику. Нарисовала несколько сердечек томатным супом и пошла ее отправлять. Вернулась она, сердитая и разочарованная. По-видимому, пока парень ждал ее, его сожрал енот-мутант? Какого? Впрочем, Мэри Джейн сказала, что это даже к лучшему. Все равно ухажер из него был неважный. Обезвоживание. Капец, в самом истории, конечно, творится. Он когда выздоровеет? Ребята, он выздоровеет? Или меня обманывать? Может, дать аптечку ему? Ну, я не знаю, я просто на него все припасы сейчас, кажется, потрачу. А ладно, нормально. Ночью мы услышали какие-то подозрительные звуки на улице. Когда утром мы выглянули из-за двери, то увидели кожаный чемодан. На нем не было ни адреса, ни имени. Но мы абсолютно уверены, что это нам. Откроем? Да! Да! Это что за стримхата больных? В чемодане мы нашли несколько банок супа. Но вот гадость! Их срок годности давно... А-а-а! Так зачем вы ели? Мы не очень хорошо сидели. Так зачем вы ели? Я же вам не говорил есть! И к ведру... И к ведру в углу образовалась небольшая очередь. Больше мы не принимаем анонимных подарков. Тед вернулся с его путешествия на поверхность в целости и сохранности. Мы подумали, что станция метро может быть отличным местом для поисков запасов. В особенности неповрежденных. Но оказалось, что эта идея пришла в голову не только нам. Там уже живет целая группа уцелевших людей. Используют патроны как новую твердую валюту. Это не разбинники. Но они живут в запнутом кругу людей. И не особо приветливо встречают чужаков. Нам разрешили посмотреть, как они живут. Это были бы не мы? Это были бы не мы, если бы упустили возможность пополнить свои запасы воды. Поэтому, когда мы нашли туалеты, то сразу же поспешили наполнить как можно больше... О! Плюс вода! Жителям станции метро очень понравилась наша одежда. Мы всегда знали, что у нас прекрасные чувства и стили. Но во время апокалипсиса одежда отходит на второй план. Невозможно отказать, когда предлагают набор патронов. Кроме того, без белья можно обойтись. Так что мы охотно согласились на сделку. О! Плюс пули. Офигенно. Группа, обитающая теперь в метро, соорудила большую баррикаду из кучи чемоданов, рюкзаков и сумок. Мы решили осторожно вытащить один очень симпатичный чемоданчик. Задание оказалось не из легких. Но мы проявили незаурядную ловкость. И не разрушили эту штуку, которая в любой момент могла посыпаться, как картонный домик. Что-то карты, которые мы взяли на вылазку. Для них вылазка продолжается. Похоже, то транспортное средство, что мы заметили, кто-то ремонтирует. Мы немного понаблюдали за ними издалека. Интересно, чье оно? Мы не рискнули подойти в этот раз. Но надо будет взглянуть на него поближе. Кто-то знает, может быть это наш шанс вырваться отсюда. Так. Короче, все плохо. Аптечку в отца? Правильно? Вот с водой просто все вместе. Пусть хилится. Это отдыхай. Когда ты выздоровеешь, сука. Может похуй на нее? Пусть умирает. Пусть умирает. Ладно, пусть... Так впадлу на самом деле. Не-не, ребята, без экспедиции. В этот раз без экспедиции. На улице вооруженная женщина. К счастью, у нее закончились патроны. Ха-ха! Лох! Женщина говорит, что охотит за дикими монстрами. Пустоша, например, сейчас ее целью является огромный паук-мутант. Мы думаем, что она чокнутая. Барышня, даже если вы поймаете этого паука, что вы будете с ним делать? Держать на цепи? Она обещает, что не останется в долгу, если мы ей поможем. Я не дал ей патроны. Пошла на нахуй. Вдруг мне понадобятся патроны. Че, ты выздоровел? Когда он выздоровеет, я не понимаю. Кормлю его каждый день. Вооруженный человек, живущий за счет убийств. Гигантские пауки-мутанты в наших окрестностях. Мы не хотим иметь с этим ничего общего. Правильно, пац и физопсри назад. Здорово, алкаш. Привет. Ты че обарагозил ночью? А че такого? Ты там всех хуесосил, мне сказали. Да я смотрел даже. Не стыдно, не правда. Не стыдно? Нет. То есть тебе не стыдно за маму Илюхи? Так он про мое вчера тоже говорил. Так тебе не стыдно? Нет. Абсолютно. У тебя стыда нет? Совести нет? В угол. Я вообще ху-хуй. В угол. В угол. Какой угол? Позор. Позор. Ты в курсе, как ты вообще матерился вчера? Когда? Я про это вообще не это самое. Где матерился? Матерился вчера. Когда? Я? Да. Да. Привет. Не знаю про что он, ребят. Я всегда матерюсь по этому. Когда именно я матерился, это надо уточнить. Ты когда? Это знаете вот ситуации, когда человек в чужом глазу соринку видел? Я наконец-то получила аттестат. Удачи на стриме 3. Поздравляю, поздравляю. Аттестат это круто. Бестроек? Как Дрейк? Дрейк. Ты в Бестроек же получил аттестат? Ты вчера так этим гордился, кстати? Ты прям сидел орал, я аттестат Бестроек получил. Ну да. А что на меня там налазит бочка? Ну типа... Знаешь, очень странно слышится от человека, что у него аттестат Бестроек, и он говорит так, ну типа, типа, ну типа, типа, ну типа, типа... А, типа... Скажи честно, ты где учился? Просто знаешь, короче, у меня есть история с Семченко связана. Он говорил, что он учится в лучшем учебном заведении города. И он типа, гордился реально этим, а потом... Ну вот, слушай историю. Он говорил, что он учится в лучшем учебном заведении города. Все офигевали с этого, думали, какой он умный. А потом оказалось, что он учится в Палихе, в колледже иконописи. Иконописи? Да, и это единственное учебное заведение в городе. То есть, получается, оно единственное, поэтому лучшее. Да-да-да. Умом. я подумал что я точно такая же школа понял единственное где-то в районе возле дома моя школа эта улица я один но меня-то троечка если строчка если что я конечно ну математику русский нормально вот физику я сдала да да я говорю на игру и не знаю я просто дозволить математику русскими сказали что ты пойдешь так так на контракт я сижу такой а зачем стараться то есть говорю вот прикол в том то что если ты знаешь что идешь на контракт и г вообще можно не бояться правда то есть можно забить хер на него да но у меня не было поэтому я забил все кто все один подсказываете уйдите что не понял ребят что-то не выкупил а клип есть попадать потом когда дрэйк сядет он сейчас едет через полчаса наверное дрэйк ты через сколько будешь садиться сейчас сядет очередь час через минут двадцать для как раз за это время быстро пройдусь и нормально я крашусь буду этим с роликом работать в этом до 3 дрэйка уже докопаетесь иду получать диплом а отучилась поздравляю теперь дипломированный художник нарисуй меня пожалуйста мне кажется самый кринжовый что слышит художники когда говорят им ты художник нарисуй меня пожалуйста я шучу если чё просто я прекрасно понимаю что не кринжуют с этого все художники когда сгону они рассказывают то что типа не художники я поэтому я троллю поняли троллинг это рофлс так усталость голод этот пусть живет голод а подожди храним не кормить всю жизнь надо я уже шесть дней сока через окон выздоровеет неделя ребят неделю кормить надо вы меня обманываете а он заново заболел так на экспедицию опять никого не отправляю потому что меня батя не выздоровел а мать не хочу отправлять мне она нравится пусть отдыхает мы решили не рисковать даже если сейф и уцелел он наверняка набит стоп какой сейф господи я мискликнул видимо и пропустил так и знал усталость голод жажда истощения держи что за истощение двигалась до хрена я может пофиг убить детей можно и дальше сидеть сложа руки в этом крошечном бункере а можно начать думать о том как выбраться подальше из этой зараженной радиации ну и как я позвоню тебе нет радио что мне что 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 не бузон кстати классный мне очень нравится охрененно тебе не стыдно донат пропускать передай привет этническому я шляж поздравил здоровья а привет привет вам смысле я поздравил вас чего спасибо что покорми мать то пусть голодает ладно я почему моей маме думаете больше чем обо мне жажда может посрать на детей меня скоро закончатся припасы пусть умирают привет макс это опять я привет явился интернет на сладе поэтому я продолжу сейчас смотреть о это круто ты до сих пор сидишь когда тебя я сейчас на драйка поменяюсь и пойду заниматься своими делами за дом магазик сбегу потому что нас не кофейка не продуктов нас вообще ничего не в холодильнике нас вообще вели наш холодильник у нас ничего нет у нас там бутылки сыр нарезная колбаса и хлеб все все я купил сосиски они исчезли за за полдня нас просто продуктов нет а лавка кстати ребята точняк если что есть яндекс лавка где можно заказать и возможно сейчас я этим и займусь как раз таки когда появится возможность потому что яндекс лавка это самое самое лучшее что вообще придумывало человечество пользуйтесь яндекс лавка яндекс лавка это топ это круто это классно что зачем не теремок я закажу что-нибудь из яндекс лавки конечно мужик потому что яндекс лавка привезет и быстрее и вкуснее это их девиз но это прикольно но закажи лучше в яндексе идеи яндекс лавку я тебе приготовлю самые лучшие блины в твоей жизни и тебе не нужен будет больше ничто кроме яндекс лавки сука какой же руина просто это чел руине тенту не кормил детей они сказали что им теремок больше нравится поэтому не буду так что отправлять отца я не знаю да не хочу справлять я запрятятся подожди отец здоров голод жажда все отправляются короче отец в экспедицию ребенка так он болеет чё реально короче короче ладно дети дети идите умирайте день 20 хочу за выстрел на фоне девушка тут же позвала своих друзей и мы все отправились на поиски как казалось успешно какая девушка я опять пропустил найти пропажу не составило труда во время своего побега он застрял на какой-то антенне возле забора и так провисел в результате дуэли молодой человек потерял ладонь но с ним все будет в порядке ухо съел да да я одну еще одну наверное любые дрейк либо все-таки опять тоха так как ребята сразу же от раб обработали рану близнецы долго нас благодарили и обещали в скором времени о тэд голоден ну прикольно получилось обезвоживание на истощение на на так ребенок пусть идет и пусть заберет на с собой что это такое телефон это телефон или что чат газ газ ой гайс вот число газ это что гармошка он умеет играть 2 2 реально гармошку на крайняк мы в жопу и засунушь приятнее было все так что ребят у нас компания 7 вышел на пустош мы не знаем что будет делать что будем делать если он не вернется но я знаю что мы не будем делать мы не будем тратить на него еду и воду все должны пить мэри джейн у меня голодание учла истощение жажда вот так может дать им ну а ты соси к нам на огонек заглянул нарешливый торговец потрепанный сумкой на плече он предложил заключить простую разовую сделку мы ему банку супа а он нам свой мешок со всем его содержимым мы не можем посмотреть что хранится внутри этой короче говоря короче говоря обманка либо приз оставить себе ли поменяться хрен знает на что меняться или не меняться так он может там просто камни навалить зачем мне это менять же еду на еду он не будет это тупо а мне нужна еда так что нет что-то не все какие-то грустные бабушка с девушкой учили нас не покупать кота в мешке мы решили прислушаться к их совету и в этот раз времена дворовых распродаж давно канули в лету уж как нибудь до обойдется без хлама из этого загадочного мешка дало раз больше не голодна истощение голод истощение еще и кормить то стопом у меня за к ребята вам придется потерпеть сегодня к нам дверь постучался торговец из тех что ходит по домам стопкой буклетов предлагая нам принять участие в каком-то астро гражданине но мы отказались теперь же он предлагает в обмен на припас рассказать нам важные государственные тайны но мы это по моему прикольно звучит важные государственные тайны это круто у меня что чего больше воды не знаю с одной стороны а что я буду делать этими важными государственными тайнами допустим не он ну расскажет какую-нибудь инфу допустим правительство сейчас будет бомбить наш город что я с этим сделаю еду нет машины уйду пешком меня отпинают где уходить некуда это бред разбомбят окрас бомбят чё поделать вообще-то мы не доверяем каме камевые жором особенно тем кто задумал предать родину мы сказали ему чтобы он летел обратно в свой космос он разозлился и в спешке ушел промочать я одно что наши души теперь поглотит инопланетный лорд ксантар вот походу мой ксантар духа он разозлился и спешки ушел так окей истощение вы можете не кормить пофиг на это истощение они же они же от него не умрут ребят здесь они не умрут мы подумали что надо что-то изменить в интерьере убежище расставим мебель по фэншу и делая перестановку в бункере мы нашли тайную дверь интересно что за ней если только тайной дверь сто процентов с этим с ружьем пошли погнали погнали с ружьем изучаем новое место нарисовать могу но обнажен не надо не надо меня просто маленький поэтому не хочу чтобы одна картинка еще было мы решили что обеспечить безопасность при открытии двери ведущий неизвестно куда может только несколько решительных выстрелов из ружья когда дым рассеялся мы смогли оценить успешность операции комната оказалась пустой и раз трилляли мы разве что стены да и сами едва увернулись трикошета то есть я просто потерял патрон и чуть сам не умер не слушай чат не надо не слушай чат чат сам не знает чат не хочет опять что-то про в радио нам на радио пофигу хотя я походу доживу до 30 на сколько это прожить сколько ночей главное что нам нужно делать это слушать радио так как я буду слушать если меня его нет чтобы не пропустить экстренные сообщения которые могут передавать любую минуту охрененно ребят на она на да что же это за звуки они доносятся из-за стен они сводят нас ума что-то крадется по вентиляции расслабьтесь сделайте глубокий вдох нам нужно успокоиться чтобы не разнести целое убежище нужно заняться чем-нибудь расслабляющим и забыть о шуме шашки шашки расслабляют ну не так как нарды меня просто и знакомые друзья вот этого зовут руслан обожает нарды чего отправляйте смайлики постоянно чего задумали мы немного повеселились и это помогло нам забыть о а что это было тимми должен был уже вернуться но его нет похоже мы должны смириться смыслю а чё вы скобочки ты сейчас отправляете алё у меня сын умер а я ребенок умер и вам смешно от этого то можете ну ради прилечь отправить там смолики грустные то если что илюха у нас к слову кстати ваш стример умер вы должны грустить они смеяться они не плачут они смеются ну вообще на твоей смерти но да не кто-то плачет так ну ладно минусы ничего мне старая дочь то что нормально все запасной вариант истощение голод у меня припасов кстати мало обезвоживание сейчас короче вот это кормим и отправляем на все один еще как конечно ты 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 ребенку от ребенка отправляем а может этот танк до радио 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 появилась кайф ты идешь нахуй кайф все идет она и пусть заберет собой пусть карту возьмет не карту не нам понадобится карта пусть шашки мне шашки нам нужны чемодан чемоданом реально отправить корми ребенка то по хуй на нее то похуй бля голодание не голодание пусть чемодан главный вернет пусть пожрет его ближе ты не знаю так тэд гол тэт умрет тэт не умрет ты тоже не умрешь армия опять передавала сообщение по радио они говорят что хотят определить наше местонахождение для этого нам нужно оставить специальный знак поблизости сука карты так и знал те самые легендарные карты заруинили руин кто стучит черт побери мы потеряли шансы общить военному свое местонахождение есть вероятность что они свяжутся с нами снова но никто не знает когда это будет охуенно это просто к это это гениально ну и давай давай близнецы вернулись давай у меня ничего нет все я я я выживаю чтобы эта женщина вернулась моя танка ну с дочь вернулся принесла что-нибудь поесть нам очень жаль что мы были вынуждены отказать к сожалению да у него ручит живот нормально все держимся мы обсуждали каким будет наш первый обед без томатного супа когда услышали какие-то крики на поверхности оказалось что это кричала группа целевших оборванцев они представляли собой жалкое зрелище и предсказуемо просили о помощи они попросили нас поделиться чем можем водой и едой или медикаментами на чем у меня ничего нет не самому что то нужно момента выжить и сейчас играю на свою дочь если дочь ничего не приживет и принесет то я проиграю игру я просто возьму дробовик пойду убивать было видно что в игре было видно что отказ нашим гостям не понравился по их уставшим глазам было понятно что они сильно нуждаются помощи но больше унижаться они не стали и склонив головы ушли в неизвестном направлении может другой раз им повезет больше истощение они продержатся еще один нормально чем больше у нас информация обрушающем мире тем лучше давайте все потянем поближе к ради попробуем настроить знакомить волну давай ничего ничего еще раз ничего мы услышали ровным шотом ничегошеньки может следующий раз повезет больше да да а где мой ребенок это вообще это что где моя дочь мы мужественно игнорировали все симптомы и пытались уснуть не вышло мы очень устали у нас уже нет сил заниматься любыми другими делами будем надеяться что зевание отпугнет бандитов и защитит от радиации охренеть я реально проиграл я проиграл без шансов не тащу после нескольких дней под землей мы мягко говоря не совсем чистый мы воняем сильно пока мы этого не замечали все было нормально теперь на нас начинает поташнивать может примем душ мыл у нас нет но должны быть другие варианты ты чё ров лишь патроны или спрят насекомых как помыться еще патронами настал конец света кому сейчас нужен душ привыкнем это несложно представим что мы пошли в поход это будет будет он нет это вонь просто ужасно только не блевать неподозрительные пятна покрывая часть страницы о 5 играю на васю мать если самом деле даже читать уже нет смысла то пофиг 8 лет мама умирает о вернулась так идти в темный узкий проход так подожди все стань что-то принесла вода только вода нам пизда у меня отец и мать психопаты стали у них шиза началась у кормить у меня ничего не осталось они кого отправлять блять посрать пиздец что за зомби мы не знаем точно можно использовать суп как топливо а даже если бы знали лишних запасов у нас сейчас нет и зачем цепляться за эту призрачную возможность жизнь наверняка подкинет новых я это про детей кстати может быть кто-нибудь починить железную дорогу и тогда мы сможем путешествовать с комфортом и вообще в этой ржавые развалюхи мы будем выглядеть просто глупо у нас есть вода джейн умирает я и как будто могу дать немножко воды истощение голод ну она может попить немножко нормально в парке неподалеку есть небольшой чистый прудик сейчас там удочка давай да 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 закину чемодан пожалуй хорошее пусть там аптечка вылезет противогаз вылез противогаз дай поесть всем чтобы блять у меня еды то не будет зачем голод истощение голодания блять мэри джейн попыталась извиниться но тэд не стал ее слушать он продолжал что-то бормотать про сломанные носы и расколотые черепа еда еда появилась да голодание не а голодание голодание нет обезвоживания нет а так я даже могу их не кормить кайф возможно давай я не буду это отправлять что а где меня не спасут черт подери мы потеряли шанс сообщить военным о своем местоположении я так у меня карт нет а я не выживу без вылазки кстати надо батю отправлять или маму надо маму отправить ну или в дотку зашла кстати что это нам даст наши времена аптечка это настоящее сокровище которое под ногами не валяется мы не можем так просто взять и отдать все самые ну так у нас и даже ну нет аптечки что подавать и в этом проблема истощение голод жажда обезвоживание нас и воды нет мама пойдет давай в противогазе пойдет может реально противогаз дать она и так себя не очень хорошо чувствит там радиация же долорес на пути поверхности будем надеяться что она вернется в целости сохранности снаряжения все тет кашляет и кашляет у нас осталась буквально одна баночка супа и одна бутылочка воды это значит для нас что что мы в гавне друзья давайте похлопаем друг другу он кстати нет пол бутылочки воды друзья пол бутылочки воды как вам такое и голодание все идеально к нам на огонек заглянул неряшливый торговец потрепанной сумкой на плече он предложил включить простую розовую сделку моему банку он нам в свой мешок иди нахуй какой мешок ты издеваешься у меня ничего не осталось ничего нет бабушка с дедушкой учили нас не покупать кота в мешке это повторение как будто началось не голодание нам бы очень пригодились лишние запасы провианты сегодня мы пересчитали эти цифры нам не понравились самое время что-то предпринять мы знаем что один из учителей местной школы смог спасти группу детей и завел их в здание неподалеку где они чувствуют себя в безопасности нам бы не помешали их запасы очень бы нам очень не помешали давайте заберем мы еду у детей до о выстрел кажется стало на ребенка меньше но в игре о сюда смысле мразь то еда есть можно кушать приятного а ну еще по экономим конечно что воды конечно с них забрать еще моя режим сказала что сегодня день рождения но в такой ситуации абсолютно ничего не нужно мы понимаем что она заботится о нас но это мы тут главное ребенок не останется без подарка мы должны что-то подарить держи спрятности комок дорогая понравилось современные подростки просто с ума сходят от всяких новомодных дезодорантов хамос приятности комок похоже действует так же мэрии джейн сука обезвоживание голодания у меня воды нет кстати сегодня мы немного испугались когда ни с того ни с сего наша карта валил со стены может быть нашем убежище завелся барабашка на месте где прежде была карта мы увидим что-то вроде сейфа мы не припоминаем откуда он мог там ввязаться но попытаемся его взломать ну да 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 взламываем а че делать то еще нам вода нужна о бутылки воды видели эта мать пришла мы не знаем как и почему карта решила сорвать стены но мы рады что это случилось плюс фонарик вернулась Долорес и две бутылки воды принесла хорош хорош как раз обезвоживание обезвоживание моего кента и голодание истощение все хорошо работаем мама затащила давай батю отправим но нам реально надо батю отправлять что это было как будто помехи на радио на секунду прекратились так стоп пожалуйста ну еще какая-то несчастная рассказала по радио что по пути в город потеряла пакет запасовый АААААА АААААА Плюс пакет и минус карта Черт болеет не в своем уме ну вот его не в своем уме отправим на вылазку голодание еды у нас много поэтому забирай истощение болеет Надо с ружьём батю отправить А хорошая идея с ружьём отправлять его Попейте и дай У неё нет обезвоживания, у неё жажда просто Зачем? Всё, пусть ружьём идёт, херачится Оставь ружьё, да зачем? Ой, ладно, тогда пусть возьмёт себе Книгу, замок Зачем замок ему? Слушай, мне даже просто интересно, а что будет с замком? День 50 Почему мне мать на зомби похоже? Дед отправился на поверхность Сейчас надо вот за этими женщинами ухаживать Истощение, болеет, обезвоживание Ну короче, я дам тебе вот всё полностью, чтобы ты выздоравливала А ты терпи День... О, тихо Сегодня нас посидел странно выглядящий Низенький человек Который представился торговцем Он твердил, что его цены настолько низкие Что он практически сам себя режет без ножа Самое малое, что могли сделать Это ознакомиться с его предложениями Топор на книгу бойскаута? Как будто звучит круто, я не знаю Так у нас... Ребят, а ничего, что у нас этот... Топор закрывает дырку А где дырка? Она чё, заросла? Странный человек Всё, есть Да, ребят, я пиздец волнуюсь А у меня ещё, наверное, рекорд Какой самый максимум дней здесь? Я, наверное, на рекорд иду А вы в меня не верили, ребята Вы в меня не верили Я в первый раз играю в эту игру По радио мне карты нужны Если бы не эти сраные карты Я бы давным-давно выжил бы, кстати Карты очень сильно руинят Ааа... Чёрт побери, мы потеряли шанс сообщить военным Это уже одни и те же диалоги повторяются Оооо, радио сломалось, сука Ну, господи, ты Как теперь без радио? Усталость, голод Болеет голодание, на Мы нашли зашифрованное послание у двери в бункер Там были какие-то символы и цифры Не разгадав этот шифр, прочитать записку не получится Собственно, этим Долорес... Ааа, да-да, давай прочитаем Это важно, это важно Может, какой-нибудь там информация Из разряда, если здесь кто-то живёт То валите, бегайте Долорес немедленно приступила к разгадыванию шифра Похоже, она очень сосредоточена Надеемся, ну, это потом узнаем Так... Голод При спорте Ну ладно Я не Даня Я Маслю Чё? Не узнал? Так, подожди Да я не... Да я не Даня Кашин Я Максим Ну чё? Ну как меня перепутали Так... А я не понимаю Короче, забирайте все припасы Я не хочу, чтобы они умерли просто Сейчас зависит от того, придёт ли батя или не придёт Если батя не придёт, то... Я не Даня Я Максим Я Максим Сука, всё, я обиделся Капец, вы меня путаете Вы специально это делаете Вы специально меня путаете Ну хорошо, хорошо, хотя бы не путайте с другим человеком Как у меня часто это делают в чате Когда здание хотя бы сравнят, то хотя бы приятно А вот когда с другим человеком Там неприятно Ну у него имя начинается на Заканчивается на Лер Вообще ничего Может, если постараться Да господи Я бесконечно буду играть Короче, есть вариант Всё им, всё им еду дать Всё равно я, скорее всего, уже не выживаю никак Пусть у них хотя бы истощение закончится Я мать отправлю И пусть кайфует Потому что игра, походу, всё Танцующий тараканку это появился Давайте его спреем, захераним 1.56 Когда я умру? Я хочу умереть Я хочу умереть У меня папа умер Я хочу умереть, всё Как мне умереть? Сука Ладно, не хочу умирать Иди Нет, нет, назад О! О! О, на карты Карты имба Карты имба Дай мне карты Иди в жопу Мне карты нужны Я дочь отправлю А детей не жалко было? Так детей можно дорожать, а батю нет Батя не рождаются Собачи становятся А ребёнком рождаются Поэтому Ой При смерти Ой, господи Поешь в последний раз Держи Топор Ты знаешь, что с ним делает девочка Вперёд Ребята, если что Я выпустил свою дочь с топором Советую не выходить на улицу Ну ты терпи, короче Всё равно уже всё Тут как бы Сейчас, если она не возвращается Тут сто процентов минус Девочка Вэнздэй Кто знает Может быть новый мир Ты хочешь есть? Ну не хочешь и не хоти Что бы мы никак не ожидали Так это увидеть На своём пороге Одетых в зелёных Так Одинокая женщина Одинокая женщина В доме И даже если ограбят Чё, дали что-то? Эти славные ребята Нам очень Они реально дали Они дали радио Это хорошо Это хорошо Слышите звук какой-то Как будто над нами По статкам нашего Прекрасного зона Висуется стадо Диких животных Давайте убьём Баранов Чё, убили? Обезвоживание И карт нет Блядь, вот эти карты Вот эти карты, сука Если бы не карты Я бы уже давным-давно Выжил бы Не забрали бы О, вернулась Так, тихо Что-то принесло Топор Три бутылки воды Мышьяк И всё Прикольно При смерти Ну покушай Я не знаю Ну не ной, пожалуйста Чё, отправить? Ладно Нашли Наши патроны Пропали Давайте найдём их Короче, отправляем Мать Умрёт Мать Всё Нельзя Мать отправить Ха-ха-ха Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Нет, нет. Просто терпим, терпим, терпим. Просто терпим. Просто терпим. Голод, жажда, живешь? Блять. Попи воды. Только не ной. Нет. На одной из стен растут какие-то странные грибы. Экономия припасов. Дело серьезное. Не-не-не, мы не едим. Не едим ни в коем случае грибы. Ты что, с ума сошла? Какие грибы из стены? Хотя покажите эти грибы. Я скажу, они нормальные, ненормальные. Так. Мэри Джейн отдохнула. Голодание. Обезвоживание. И, кстати, тоже можно закинуть. Зашел к Дане Кашину на стрим. А тут мазелов. Я не мазелов. Я Максо. Че, у меня все время путаете с кем-то? Алло. Перестаньте путать, пожалуйста. Так. В ходе еженедельного просчета припасов мы обнаружили, что не хватает одной банки. Прием еще вчера. Это означает лишь одно. Среди нас завелся воришка. Необходимо срочно выяснить, кто стоит за этим ужасным приступом. Девочка. Сот процентов девочка. А когда Тоха подушку? Не знаю, что понял. Антоха будет классным батей. Но в том плане, что коляску не нужно. Просто ребенка на живот положил и все. Баю, баюшки, баю. Видите, как трясется подушка. Ну, причем очень нехило. Если вы, ну, вы, наверное, плохо видите. Видите, она прям, ну, прилично так. Дергается. Колыбельная даже не нужна. Колыбельная это хра-хра-хра-хра-хра. Хра-хра. Зашел на стрима тут. Зашел на стрима тут, блядь, какой-то Артем. Все на свете. Долорес наконец... О, тихо! Долорес разгадала шифр. В записке указаны координаты какого-то секретного места неподалеку. А также упоминается, что Долорес должна прийти туда одна. Она уже готова отправиться. Но мы волнуемся, вдруг это ловушка. Так. Я улыню. Как минимум просто потому, что меня, ну, достало немножко сидеть и терпеть. Я больше не хочу терпеть. Я... Так, все. Долорес ушла. Стащение, голод, нормально все. Банда каких-то проходимцев ломится в нашу дверь, требуя сдаться и отдать все наши запрасы. И как мы должны ответить и хозяям? Ружьем нахуй! Погнали! Сейчас ружья! Бац! О, мама вернулась. И, походу, припасов стало больше, кстати. Потеряли пули. Зато они сейчас офигели. О, еда! Да, мам, мам, покушай, покушай, все хорошо. Все хорошо. Зашла на Максим, а тут какой-то стрим. Да вы достали, я... Я не стрим. Ну, вообще, я стрим. Типа. Если чё. Короче, понесусь. Если как, так, так. Пиздец, зашел к Максу на стрим. А тут Хисус в Майнкрафт. Пацаны, хватит. Еще и шеф на диване разлегся. Хватит. Перестаньте. О, привет! Привет, ты я. Так. При смерти. Этих можно потерпеть. Кто-то барабанит в люк, мы очень боимся открывать, хотя это могут быть хорошие новости, верно, мы бы сразу все... Да, 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 поехали. У нас все равно есть топор, у нас есть пистолет, так что нормально. В этом плане, все хорошо. Еда! Капец, мне игра фартит, она мне просто закидывает еды. У меня полные, полные запасы еды. Алло, чат. Я могу им просто каждому сейчас дать по еде. И по воде. Наслаждайтесь. И пусть малая идет, короче, отдыхает. Нет, нет. Так. Мы еле дышим в этом чертовом бункере за последние несколько часов. Ситуация заметно ухудшилась. Что-то может быть не в порядке с вентиляцией. Давайте посмотрим, что там с вентиляцией. А что вы пишете 69? В смысле 69? Что я сделал? Не понял. А что я сделал 69? Что? А где дочь? Стоп. У меня девочка пошла проверить вентиляцию и все. Поем. Че? Какие, сука, вылазки? Зашла на стрим хату, а тут Максим сидит. Штуки не будет 14, 14, 14. Сука. Хватит. Я не знаю, это даже не смешной рофл. Зачем вы его форсите? Он даже не смешной. Зашел на стрим то ли Артема Графа, то ли Ильи Мазилова. А тут Иван Золана худ сидит. Собственной персоной. Я так полагаю, зажива ваш папа спит. Он сейчас... Он сейчас... Какой... Какой... Привет, Ливнабан, ты, наконец, захватила канал этого хейтрейдера. Will you hate me? Ты, блядь, хватит. Это же не смешно. Ты, сука. Долорес нужен врач или на худой конец медикаменты? Да пусть кушает просто. Все будет хорошо с ней. Боевая готовность. Нарушат какие-то люди, и они пришли... Не пришли с дружеским визитом. Точнее, не пообещали нам кровавую расправу как минимум 17 раз. За последние 5 минут нам надо занять оборонные позиции. А у меня есть патроны еще? Нет? Тогда с топором. Поехали! Сюда! Ну! Зашла на стринг Мазелла Вуа, тут Макс Стин. Как мне, Анна, и приятно. О, спасибо. Так. А почему топор закончился? Я что? А он сломался во время борьбы. Зашла на стринг Мазелла Вуа, тут Макс Стин. Спасибо, что надо. Так что, когда с картами будет задание? Во! Тихо! Захожу на стринг, а тут самый настоящий стинг сидит. Да-да-да-да-да-да-да, привет, привет. Ты красавчик. Спасибо. Тихо. Пожалуйста, спасите меня. Спасибо, что сдал нам Берлин в 1945. Я ничего не сдавал. Мы оставим карты в нужном месте. Зашла на стринг к хозяевам, а тут Иван в зале сидит. Блин, что за хуйня? Что за параша, ребят? Давай я там спрят насекомых. Мне вода нужна просто. Кстати, ребят, заполняем полосочку на покупку машин. Осталось всего-то 120 тысяч рублей. Ну, копейки прям, ребят. Копейки. Присмертен. Зашел посмотреть, как только храпит, а тут Макс какой-то в симулятор воронь не выиграет. Кстати, вот это неплохо. Вот это неплохо. Не, воду я больше не буду обменивать. Привет, Максим. Ты, зайка, люблю тебя. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Прям донаты полетели, заметили? До этого прям не было, а сейчас полетели они. Зашла на мазил каналов. А тут стрим стимтит. Спасибо за рейд. А кто, а кто рейд? Спасибо большое. Спасибо. А от кого рейд? От Левны Бан? У Ивана Зала и Артема Графа появился ребенок. А вот. А? От кого? О, от Левны Бан реально? А, от Ивана Зала. Спасибо, Иван Зала, за рейд. Донатили, дураки. Не смешную парашу донатит фейспаун. Ну, кстати, да. Там половина не смешного точно. Ну, за деньги спасибо, так что не дураки. Спасибо за деньги. Ха-ха. Так от кого рейд? Приезжайте, Максимку. Да, вот это было бы хорошо. Не успели подумать, какой с ним прекрасный, спокойный день. А они опять за меня доебались. Сейчас, сейчас ружья их. Кунеля. Как там, Максим? Хорошо все. Хорошо. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну... В следующий раз, когда ко мне приедут эти бандиты, походу, единственное, чем я буду защищаться, это... кулаками. А видя, как она выглядит сейчас, ну... Явно это сильно мне не поможет. Ну что, тогда накопим силы. Мы заперты в кружечном бункере, у нас очень мало запасов. Если мы хотим выжить, настало время прибегнуть к более отчаянным мерам. Мы знаем, что неподалеку прячась в руинах у местного дома престарелых обитает группа пожилых жителей. У них наверняка есть какие-то припасы. Забрать еду у дедов? Ну, они же... Ай, мискликнул! Черт! Как так? Ну, я не хотел чат, если честно. Журнал получил? Пиздец, бедный. Так, очень недалеко. Зашел к мазу. А тут варпач какой-то? Варпач? А вот он вообще здесь, причем? Ну, сразу-то, знаешь, Эрик Давидович, еще всех подряд. Что здесь? Истощение все еще. Можно пытаться на вылазку пойти? Зашел на стрим к Максу. А тут Мил сидит. Оооо... Ребята, нам хана. Снаружи стоит группа людей, которая не выглядит очень дружелюбно. Кажется, мы знаем некоторых из них. Они когда-то были в соседской охране. 6 сантиметров поводил по губам Долорез. Она такая зайка. Я ее люблю. Максим, ты тоже говоришь меньше, чем 3. Ну, меня спасибо. А что за поводить? Мы не смогли держать нападавших. Но по каким-то причинам они отступили сами. Они могли бы убить всех нас. Ну, нас как? На самом деле, им ничего не осталось. Так, давай. Кушай напоследок. Спасибо! За что? Так, все, поехали, ребят. Фу. Опять придется подстраивать режим сна из-за часового пояса, но я не жалею и проснусь к покраске. Спасибо большое. Что? Тихо. Это что, я проиграл? Ну, я рискнул. Я, честно, я рискнул. Я очень неплохо шел. Девочка хочет, чтоб ты сгорел на хуй. Дело больное и столько лет. А девочка хочет, чтоб ты сгорел на хуй. И стал пепловой вчерашних сигарет.